Минувшая неделя была короткой, но вполне себе насыщенной. Как ни странно, на ней тоже случились достаточно интересные события, и мы постараемся вам о них рассказать. Указом Владимира Путина, председателем Верховного Суда Республики Башкортостан назначен Раиль Шайдулин. Выходец из судебной системы Татарстана, выпускник Казанского университета, бывший сотрудник Следственного комитета Татарстана, ну, в общем, плоть от плоти юридической системы соседней республики. Такое, на моей памяти, происходит впервые, чтобы отчетливо не местного представителя судебного сообщества назначали председателем Верховного Суда региона. И говорит это о том, что пресечены все попытки ради Хабирова взять под контроль судебную систему республики, что, собственно, для него очень непривычно. Мы знаем о том, что еще в ранние свои годы, когда Хабиров работал у Рахимова, он очень тщательно занимался судебной системой, он курировал назначения мировых судей. Причем слово «курировал» надо брать в тройные кавычки, потому что те, кто знают, что тогда происходило, понимают, что кураторством до конца это назвать нельзя, это можно назвать иным, более жестким словом, но пока мы не будем об этом говорить. Вернемся к назначению господина Шайдулина и что это значит для Хабирова. Для Хабирова это значит, что, пожалуй, можно оставить в прошлом все надежды замять дела своих подельников и членов команды «Хэ», я говорю про господина Беляева, Кучербаева и ныне отданного под суд бывшего главу хозуправления, который покупал пиксельные елки. Будем надеяться, что с приходом нового руководителя Верховного Суда Республики сдвинутся с мертвой точки вот эти затянувшиеся дела, в которых, пожалуй, все и так ясно, кроме приговора. Ну и, собственно, будем надеяться на то, что все последующие дела, которые гарантированно возникнут из недр команды «Хэ», тоже будут рассматриваться побыстрее, так скажем. Ну и, конечно же, стоит рассчитывать на то, что в Республике воцарится некий прообраз правосудия и справедливости, насколько это вообще возможно в реалиях Российской Федерации теперь. И, кстати, что там с делом Башспирта? Что там с ущербом на 400 миллионов бюджету? Где господин Ногуманов пойман, найден ли, выявлен ли, или так не удалось определить местонахождение бывшего генерального директора Башспирта, чтобы задать ему интересные вопросы по поводу вот этого ущерба? Что там со Стрижневым и со всей прочей вот этой теплой компанией и господином Сидякиным, председателем Совета директоров Башспирта? Или нет никакой возможности выковырять его из аппарата «Единой России» в Москве? В общем, вот эти вопросы, пожалуй, уже начинают интересовать нас, да, потому что так уж громко было заявлено, и возможно, что новый председатель Верховного Суда Республики Башкортостан как-нибудь повлияет на эти процессы. После того, как на прошлой неделе было сообщение о том, что Управление Федеральной антимонопольной службы заблокировало контракт ООО «Реалист» на реконструкцию улицы Октябрьской революции, закономерно вспыхнул интерес к этой загадочной организации, которая представлена у нас тремя богатырями земли армянской – это Аршак Аратюнян, Андроник Айропетян и Армен Абавян. Интерес этот возник закономерно. Мы помним, что компания «Реалист» уже упоминалась в скандальном контексте в СМИ Республики Башкортостан, и мы точно помним, что вот эта веселая троица армянских товарищей упоминалась в контексте того, что они связаны чуть ли не семейными узами с главой Республики Башкортостан Радим Хабировым. Несложное расследование показало, что общество с ограниченной ответственностью «Реалист» получило субподряды на работы в самых крупных парковых проектах Хабирова. Это парк «Кашкадан» – миллиард сто миллионов рублей, парк «Первомайский» – семьсот миллионов рублей, парк «Нефтехимиков» – четыреста миллионов рублей, ну и по мелочи там на Советской площади тоже кое-что перепало этому самому «Реалисту». Итого «Реалист» получил около двух с половиной миллиардов контрактов в этом парковом бизнесе. Ну, о качестве работ этой доблестной организации говорилось и писалось тоже очень много. Удивительно, благосклонно к этому качеству относится мэрия Уфы. Ну, мы видели, да, вот эту чудесную сибирскую лиственницу, да, берем это тоже в кавычки, которая лежит там в Кашкадане и почернела, как обыкновенная липа. Городские власти прекрасно к этому относятся, никаких, значит, требований не выставляют, ничего там, значит, суд не подают и так далее. Правоохранители тоже молчат и отворачиваются, не проводят ни проверок, ни инспекции, не выявляют, значит, исполнение этих контрактов. Абсолютная дружба и лояльность господину Арутюняну, Айропетяну и Абавяну. Прямо вот братский союз. А что такое на самом деле 2,5 миллиарда? 2,5 миллиарда – это, например, три большие школы с нуля. Это пять детских садов. Это полное решение проблем всех обманутых дочеков, а еще и детей-сирот, которым нужно выдать квартиры. Вот что такое 2,5 миллиарда. Но они достались господину Арутюняну, Айропетяну и Абавяну. Удивительно, как же эта веселая троица не заполучила подряд на ремонт парка Аксакова. Я думаю, это большое упущение со стороны Мавлиева. И, возможно, оно будет исправлено. В свете того, что парки и скверы по воле ради Хабирова превратились в своего рода священных коров, а их директора, видимо, почувствовали себя неприкасаемыми жрецами храмов культа наживы Хабирова, а в связи с этим, конечно, происходят всякие жуткие события. Вот, например, в Туймазах директор городского парка преспокойно ехал себе на автомобиле со своей женой прямо по парку. И когда посетители парка сделали ему замечание о том, что передвигаться на автомобиле по зоне отдыха запрещено, то директор этого парка незамедлительно и деятельно начал объяснять холопам, кто есть кто и что есть что вообще на белом свете. В результате разъяснительной работы одна из посетительниц парка получила сотрясение мозга, отправилась в медицинское учреждение, где получила свидетельствование. Инцидентом сейчас занимается полиция, а директор парка продолжает отправлять культ вот этих вот парковых храмов и прочего, и прочего. Вот примерно такими людьми себя возомнили директора парков. Ну, собственно, это и закономерно абсолютно. Понимая отношение Радио Хабирова к паркам и скверам, как к неким культовым сооружениям, естественно, их руководители считают себя жрецами. Как говорил Емельян Пугачев, если за правду немного заплатить, она станет намного слаще. И я полностью с ним согласен, и потому призываю вас всех помогать нашему каналу. К сожалению, это можно делать единственным способом, перечисляя деньги на наш расчетный счет, который мы указываем во всех своих программах и указываем в описаниях под каждым видео. Много не надо, 100-200 рублей в неделю существенно помогут нашему каналу, помогут ему существовать, аккумулировать и обрабатывать информацию, и передавать ее вам. Эта короткая неделя была отмечена феноменальной активностью законодателей всех мастей и калибров. Например, депутат Государственной Думы от КПРФ Михаил Матвеев предложил собирать по одному проценту со счетов всех посетителей ресторанов, баров и клубов в пользу армии и семей, мобилизованных на специальную военную операцию. Господин Матвеев назвал это налогом на развлечения. Ну, тут, конечно, надо бы проанализировать эту инициативу, насколько корректно вообще собирать деньги в пользу армии, ведь у нас из всех утюгов звучит, что Российская Федерация полностью обеспечивает нужды армии и флота, и никаких проблем с этим нет, и даже, как говорится, там есть излишки. Зачем же собирать по одному проценту с посетителей клубов? Непонятно. А вот ЛДПР предложило создать в Российской Федерации министерство пропаганды для упорядочивания медийного пространства. Ну, собственно, сразу же быстро приходит на ум аллюзия с еще одним рейхом, где это министерство пропаганды было в свое время создано, и мы помним, чем все это закончилось. Закончилось это для сотрудников и руководителей этого ведомства весьма печально, а, как говорится, начальник вот этого министерства пропаганды и вовсе завершил свою жизнь замечательной фразой «Вместе шли, вместе висеть будем». Надеюсь, что все-таки инициатива ЛДПР не получит своего продолжения и развития, и мы как-нибудь обойдемся без министерства пропаганды. Крута Республики Башкортостан тоже не оставался в стороне от этой законотворческой лихорадки и в срочном порядке законодательно уточнил, кто замещает главу Республики Башкортостан в случае его недееспособности, длительного отсутствия или заболевания. Ну, некоторые даже стали задавать вопросы, к чему бы это вообще. Кстати говоря, согласно этой инициативе замещать главу Республики Башкортостан в случае его длительного отсутствия или заболевания будет премьер-министр. Ну, что, собственно, закономерно. Все тот же Крута Республики Башкортостан готовит закон, позволяющий бесплатный проезд в маршрутных такси в случае, если у водителя не работает терминал безналичной оплаты. Ну, какая восхитительная щедрость в погоне за собственными процентами от стоимости проезда. И даже премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров не остался в стороне от законодательных инициатив. В очередной раз высказался Андрей Геннадьевич за изменение санкций против бизнесменов по так называемым экономическим статьям в сторону послабления. Собственно, идея не новая, но, наверное, актуальная. Так никаких послаблений не вышло, сколько бы об этом ни говорили. Одним словом, фонтан идей на тему, как нам обустроить Россию, на этой неделе бил толстой струей. Вот только все эти идеи, к сожалению, или утопические, или, простите, откровенно идиотские, или попросту грабительские. Вот в этом проблема. В последнее время Российской Федерации очень много разговоров о необходимости некоего перераспределения собственности, о новой приватизации. Понятно, что все это назревает на фоне необходимости перезапуска чахнущей экономики державы. Видимо, все-таки действительно перераспределение и приватизация неизбежны, но порой это перераспределение, оно принимает какие-то причудливые уформы. Вот, например, на прошлой неделе некое саратовское предприятие выкупило, внимание, за 18 миллионов рублей, я не оговорился, именно миллионов рублей, акционерное общество «Мияки Молзавод». Помните, да, отличные молочные продукты под маркой «Белое облако». Так вот, весь этот завод был куплен за 18 миллионов рублей. Новый владелец получил 51 капитальное здание строения и 48 единиц движимого имущества, это автомобили, оборудование и всевозможные техники. То есть купили молочный завод по цене двух средненьких квартир в Уфе. Вишенкой на торте стало то, что вот это саратовское предприятие, которое приобрело «Мияки Молзавод», называется «Авиацветмет». И основной деятельностью этого предприятия является утилизация лома металлов. Ну, вот такая вот бывает приватизация и перераспределение собственности. Давайте немного отвлечемся от политики и экономики и обратим свой взор на культуру и искусство. Ну, если, конечно, получится. В Уфе, в Институте этнологических исследований, сейчас происходит уникальная выставка. Туда привезли золото трое Шлимана и некоторые экспонаты Пушкинского музея из Москвы, которые вообще впервые покинули стены Пушкинского музея в истории. И действительно, эта выставка уникальная. Именно эту экспозицию я захотел посетить в минувшие выходные со своей спутницей и вознамерился попасть туда и посмотреть на все это великолепие. Ну, как человек продвинутый, зашел на сайт этого института и тут же понял, что, во-первых, посещение выставки вообще, в принципе, в этом институте, в этом музее, возможно, только в групповом порядке. А так как были выходные, я узнал, что еще и в выходные это посещение возможно только по предварительной заявке. Ну, то есть, шансов у меня попасть туда не было. Если у вас меньше, чем 5 человек, группа ваша меньше, чем 5 человек, то посещение этого замечательного музея и экспозиции обойдется вам в 1750 рублей на человека. Раздел положения об экскурсиях, которые есть на сайте этого музея, ведет вообще в никуда. А для заявок, внимание, есть, знаете что? Городской телефон директора института Емелина Сергея Михайловича, который, как и положено, у директора никогда не отвечает и никогда не доступен. Телефон городской 34-72-72-29-79. Если хотите, попробуйте. Этот телефончик можно протестировать. Вот такое вот у нас искусство для масс. Обломайтесь, граждане, не рассчитывайте попасть на золото трое или увидеть сокровища Пушкинского музея. Можете отправляться на Советскую площадь совершенно бесплатно и круглосуточно наслаждаться тем, что для вас извоял дорогой Радий Фаритович. И на всевозможные, значит, изыски из Пушкинского музея можете не претендовать. Согласно недавно опубликованному рейтингу Минздрава Российской Федерации, Республика Башкортостан занимает почетное четвертое место в России по количеству психиатрических расстройств у населения. Впереди только Москва, Московская область и расчленение Унинбург. Тот самый Санкт-Петербург, в котором профессора рубят на части своих студенток. Мы занимаем четвертое место в Российской Федерации из 85 регионов. Или уже из 88, я сбился со счета. Это и не удивительно. За последние 4 года мы уже отчетливо ощутили эмоциональную и общественную атмосферу, которую нам нагнетает прибывший в Республику Хабиров. Эта атмосфера абсолютно нездоровая и, конечно же, она вызывает стресс и срывы у населения Республики. Подлежит ли вот эта ситуация исправлению? Я не знаю. Я не доктор, но точно знаю, что устранение господина Хабирова с территории Республики Башкортостан и отстранение его от управления регионом, конечно, пошло бы на пользу и психическому, и психологическому, и экономическому климату в Республике Башкортостан. Но есть и хорошие, позитивные новости. Закончим, пожалуй, наш выпуск именно ими. На всероссийском конкурсе поул-данс, который прошел в Казани недавно, девушки из Уфы заняли первое место по танцам на шестах. И это не может не радовать и не вдохновлять жителей Республики Башкортостан хотя бы ту ее часть, которая действительно интересуется этими экзотическими занятиями. Ну, хоть какое-то достижение у нас есть. Напоминаем, что завтра, 14 мая, в 21.00 у нас проходит 83-й стрим открытой политики, подключайтесь, поговорим. В прямом эфире отвечу на ваши вопросы, а также отвечу на те вопросы, которые вы пришлете заранее. И эти вопросы надо присылать в комментариях вот под этим сегодняшним видео. Это самый прямой путь к тому, чтобы мы их прочитали и ответили на них завтра. Так что всех ждем завтра в 21.00. И, конечно, пока не в год. Спасибо. 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 Спасибо.